Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем играть в My Summer Car. И сегодня мы с вами займёмся говном. Вы скажете, я постоянно занимаюсь говном, так чем же эта серия будет отличаться от предыдущих? Но сегодня мы буквально займёмся говном. Можно, кстати, в белый, наверное, покрасить даже глушитель. Может, так посимпатичнее будет? И гармонировать с этими полосками белыми, а то я совсем забыл про глушитель. Так, а где у нас белая краска? Вот с этой стороны. Давайте покрасим в белый. Наверное, поинтереснее будет смотреться, как минимум. Ну и сейчас мы возьмём... Да, кстати, действительно неплохо. Сейчас мы возьмём грузовик. Будем надеяться, что топлива нам хватит. Если топлива нам не хватит, мы всегда сможем воспользоваться канистрой, которая находится у нас в Лопе. Так что не выезжая даже на асфальт, мы сейчас направимся именно в сторону Лопе. Так, возьмём ли мы что-то с собой? Наверное, нет. У нас куча барахла в фургончике. Так что я думаю, даже ничего и брать не буду с собой. Присаживаемся. Поспать в грузовике можно, в случае чего. Я уже очень сильно хочу спать. И потихоньку вечереет, темнеет постепенно. Так что по дороге можно и подремать. Так, всё, передачу включаем. Ручник снимаем. Так, давайте здесь поаккуратнее, а то можно выбить лобовуху. Так, ну и, конечно же, пристегнёмся. А то я помню, как в этих деревьях застрял, по-моему, на тракторе. Разбил лобовуху. А может быть, и не на тракторе, но... Но разбивал лобовуху благодаря деревьям я уж точно. Или я даже сдох. Я не просто, по-моему, разбил лобовуху. А может быть, да я даже лобовуху не разбивал. А я, по-моему, сдох даже. Несмотря на то, что моя скорость была где-то 2 километра в час. То есть я то ли назад сдавал и в дерево впилился, то ли вперёд. Как-то его зацепил. В общем, это дерево прошло сквозь моё тело, видимо. И разорвало меня на кусочки, на маленькие части. Но сегодня ничего такого не случится. Я думаю, так, давайте докуривать сигарету. Немного уменьшим состояние стрессовое наше. Ну и вообще в задании написано опустошить цистерну с говном. Но, наверное, действительно, как и писали в комментариях, достаточно будет чуть-чуть мазочек такой сделать. И этого, будем надеяться, должно хватить. Если нет, потом вернёмся ещё раз тогда. И выльем всю цистерну, наверное. Конечно, придёт гигантский штраф, но я думаю, к тому времени, как он придёт. И даже после того, как он придёт, у нас будет какое-то время, чтобы оплатить его. Может быть, мы заработаем на браге. Опять же, нужно, кстати, проверить брагу. Мне кажется, она уже готова. Скорее всего, так и есть. Так, алкаш, ты бы аккуратнее здесь железнодорожные пути переходил. А то, знаешь, мало... Мало ли, что может произойти. На асфальт сейчас я не буду выезжать, потому что, ну, грузовик — это стабильность. Я могу и 100 км в час разогнаться на грунтовке без каких-либо проблем на пятую передачу ехать. Конечно, придётся притормаживать всё же на поворотках. Не хочу перевернуться и потом вытаскивать этот грузовик с почти полной цистерной. Сделать это проблематично, как вы знаете. И тут уже не поможет и другой транспорт не поможет, и трактор вообще ничего не поможет. Даже трактор с его передним механизмом. Скорее всего, не удастся перевернуть грузовик из-за его общей массы. Так... Да, в повороты, конечно, плавно, очень плавно заходим. Но, я думаю, не сильно много времени мы теряем. Всё, разгоняемся. Здесь достаточно длинная прямая. Четвёртую передачу. Давайте, кстати, радио вкручим. Прекрасные музыкальные композиции, как всегда, звучат и сопровождают нас в лопе. Сколько я там еду? Не, на самом деле, я даже до 80 не разгоняюсь. Но сейчас с горочки, скорее всего, мы где-то 70 сможем разогнаться. Даже, наверное, пятую можно воткнуть здесь. Ну-ка, давайте пятую воткнём. Да, 70 есть! На фургоне я приблизительно 70, наверное, еду. Может быть, чуть больше. Но когда я на такой скорости еду на фургоне, я начинаю немного нервничать. А вот здесь, смотрите, уже 80. И такое ощущение, что я особо сильно не разогнался. Здесь, конечно, подъём. Вот мы и приехали почти. Осталось совсем немного. Не помню, после того, как мы выполним задание, нужно ли ждать какое-то время, или оно моментально выполняется, и, соответственно, на следующий день. Да, ночью тогда выполним задание. Может быть, тогда даже штрафа не будет? Кто меня вообще палит? Неужели в этой финской глубинке есть камеры какие-то? Какого хера меня продавец заставил платить за стекло? Ну, ладно, там можно понять. Там были свидетели, по крайней мере. Окей. Зато я не получил штраф никакой за вравство, собственно, непосредственно. А вот, когда я говно-то буду обваливать, я же делаю это ночью, там никаких свидетелей вообще нет, абсолютно. И вот здесь, конечно, возникают некоторые вопросы. Так, ставим нейтралку. Чё там по топливу надо глянуть? Так, во-первых, отстегнёмся. Поближе ссязем. Ну, хрен знает. Вообще, может хватить, конечно, но мы в любом случае берём с собой канистру, которая находится у нас где-то здесь. Вот она, канистра с дизелем. Она не полная. Но дотянуть до магазина мы уж точно сможем, до заправки. А там придётся через ПАП, наверное, пройти и дозаправить наш грузовик. Но я думаю, полный баку заправлять не будем. В этом смысла нет, потому что в ближайшем будущем я использую грузовик не буду. Так, я хотел ещё посмотреть на брагу. Всё, брага готова. Такое ощущение, что крышка даже немного открылась. Нет, это, видимо, поверхность на земле кривая. Брага готова, значит... Ну, мы оставляем её здесь. В любом случае, мы к алкашу поедем на фургоне, потому что у нас здесь бутыли. Так что мы взяли исключительно канистру. Даже еду никакую брать не буду. Сейчас мы уже вернёмся назад. Так. Давайте заднюю воткнём. Можно, кстати, свет в салоне включить уже. А, он по-другому включается. Свет в интерьере. Здесь кнопочка, да. Включается всё. Тыкаем пониже, но я пристегнулся. И аккуратно двигаемся в сторону магазина. Может быть, сейчас, кстати, и вылететь на асфальт? Ладно, давайте по асфальту немного покатаемся на грузовике. Давно мы это не сделали, этим не промышляли. Вот сейчас я уж точно раскачегарю грузовик до сотки. Может быть, даже и до ста десяти. Вообще, ни разу, по-моему, не разгонял его до ста двадцати именно. То есть максималку я, по-моему, и не выжимал. И, скорее всего, этого сделать нельзя, если у вас полная цистерна говна. Так, третий. А вот и мост. Может быть, кстати, игровой автомат где-нибудь вон там. Внизу, под мостом. Клин его знает. Но мне кажется, мы уже никогда его не встретим. Может быть, вы, конечно, заметили где-нибудь его на обочине. Но я его так и не видел спустя столько времени. С тех пор, с тех самых пор. Да, разгоняемся. Мы, конечно, довольно медленно. Восемьдесят есть. Давайте втыкать шестую. Сотку-то я хотя бы сделаю до поворота. Ну, наверное, да. Хоть здесь и... ...не прямая. Да, смотрите, сотка почти есть. Все, за сотню уже перевалило. Здесь спуск. Сто десять. Идем. Не, может быть, я его и разгонял до максималки. Я уже и забыл. Столько поездок было на грузовике. Столько работы. Все, смотрите. Даже несмотря на то, что спуск до сто двадцати, я, видимо, разогнаться все же не смогу. Так, все здесь, ребята. Да, стрелка вообще дальше не идет уже. Все только хуже. А я теряю скорости, потому что небольшой подъем начинается. Так, ладно, мы уже почти приехали. Сейчас будет поворот. Главное его не упустить. А то вы знаете, что может произойти, когда я на скорости буду залетать в этот поворот. Так, наверное, мы еще избавим скорость. Вот, к нему пятую передачу. Буду залетать в очередной раз в поворот. И может неприятность случиться. Так, заглох. Надо было сразу четвертую втыкать. Так, а заглох я случайно? Нет, не из-за того, что топливо у меня закончилось. Так, ну и вот поворот. Как раз перед поворотом. Блин, не успел. Надо было сразу третью, наверное, втыкать на такой скорости. Сейчас давайте вторую сразу воткнем. Нормально. И третью. Так, ну вот мы и приехали. Приехали к магазину, в город. И здесь мы сейчас с вами и выльем немножко говнеца. Ну, предсказываю, вангую штраф где-то в районе Косаря, наверное. Мне кажется, даже больше. Все зависит от того, сколько я дерьма выглядел. Ну, да, свидетелей сейчас здесь много, но мы же не сюда едем. Мы сбавляем скорость, поворачиваем. Ну, хотя вообще, на самом деле, отсюда видно будет. Особенно, если я активными оставлю все фонари и так далее. Так, ладно, задаем назад. Так что в такой ситуации будет все справедливо. Если бы меня кто-то спалил. Рассказал. Так, ну что, мы к двери подъехали. Надо, наверное, чуть назад отъехать. По-моему, нужно именно на порог. Да, и тем более я криво заехал. Сейчас немного придется перепарковаться. Ни хрена не видно, вот в чем проблема. Так, давайте немного правее возьмем. Вот так попробуем заехать. Все, мне кажется, я уже в двери. Или приблизительно. Фонарик надо было взять, может и. Ну, это точно дверь, кстати? Вообще ни хрена не... Да, ну это дверь, это она. Даже можно ее поддерживать. Ладно, давайте еще немножко назад сдадим. По-моему, зона, область здесь достаточно большая. Вот так сделаем. Вот так прям четко получилось, наверное. Нормально, нормально. Итак, мы берем... Открываем клапан, где... Не вижу ничего. Придется на себя ливануть, похоже. Потому что крайне трудно нащупать в темноте. Я, чтобы вы понимали, вообще ничего не вижу. Вижу задние габаритные огни. Так, где-то вот здесь. Уливаем и закрываем сразу же. Ну вот, попробуйте рассчитать, насколько я сейчас говна вылил. На какой штраф? Мне кажется, даже больше, чем косарь получится. Так, ладно, давайте что-то поспим. Или заправимся сначала. Потому что потом-то я не смогу через паб пройти. Да, давайте, пожалуй, заправимся сейчас. Я проснусь на утро, и будет все закрыто. Так что сейчас мы протиснемся. Аккуратно пройдем через паб. Откроем себе. Бензоколонку. Дизельную колонку. Так, подъехали. Заправим где-то процентов 10, наверное. Так, ну можно глушиться, потому что мы здесь надолго. А, блин, я забыл, что бак с другой стороны, с противоположного грузовика. Может, все-таки из канистры залить? Мне кажется... Ладно, давайте из канистры зальем. Чисто, чтобы нам хватило... Хватило доехать обратно. Соответственно, подъехать к фургону. Или я все говно вылил. Да, я, похоже, все же... Опустошил цистерну полностью. Так что обратить этот процесс невозможно, даже если вы закроетесь клапан. Ну, ладно, будем надеяться, что не так уж и много мне придется заплатить за все это. Зато мы сейчас сэкономим и сможем, наконец, перекрасить в очередной раз наш автомобиль. Ну, все, мне кажется, этого уже хватит. Канистра даже не пустая. А потом как-нибудь, когда-нибудь заправим обязательно. Все, давайте отдыхать. Где еще с меня никто не задаранит. Так, ну и утром мы сразу же... Сразу же садимся в грузовик и едем. Блин, вообще было бы неплохо, конечно, попить. У меня что-нибудь здесь осталось? Скорее всего, нет. Но проснулся я не рано утром. Может, магазин уже открыт? Да, магазин уже открыт, смотрите. Давайте молочка, что ли, возьмем. Оно не сильно... Не сильно жажду утоляет. Но не хочу покупать еще один ящик пива. Все, вот этого будет достаточно. Как раз и насытился немного. Твою мать, я забыл про конверт сейчас вспомнил, когда увидел почтовый ящик. Конверт дома до сих пор валяется, я его не взял с собой. Так что отправить запрос на покупку у нас не получится. Ну ладно. Время еще есть, в любом случае. Нам еще ждать звонка от алкаша, когда я, блин, уже буду помогать ему с переездом. Скорее всего, еще пару недель пройдет. Нам еще ждать субботы, субботнего вечера. Так, ну что, поедем по асфальту или давайте по грунтовке на этот раз? Чтобы уж точно топлива хватило. Ребята здесь застряли немного. Будем надеяться, что задание мы выполнили, потому что я уже в любом случае получил штраф. По-моему, этот дек работает, если вы где угодно вылите говно. Ну, помимо утилизации, за которую вы заплатите, где угодно, если вы вылите зерьмо, хоть в озеро, хоть, не знаю, на краю карты, вы все равно получите, по-моему, штраф. И здесь уже ничего не поделать. Либо платить штраф, либо платить за утилизацию отходов. Ну, вы знаете, как это работает. И заплатить за утилизацию придется достаточно много. Но зато теперь налегке ездим. Так, главное вот здесь вписаться нормально. Не знаю, особо не чувствую, конечно, но разгон, наверное, побыстрее. Да и цистерна у нас была не полная. Она где-то заполнена. Я даже не посмотрел, сколько у нас изначально было говна. Я опустошил-то одну канализацию, по-моему. Так что главное, чтобы нам заплатили, ну, точнее, не заплатили, а чтобы задание было выполнено. И мы получили скидку в первую очередь. Ну и также как бонус. Хотя, не знаю, может быть, сейчас в качестве бонуса механик не выдает напитки. Раньше он огромное количество напитков выдавал. Но тогда и скидка сразу же была. Не нужно было выполнять никакого задания. Так, чуть сбрасываем здесь скорость. Четвертая. Третья. Заходим в поворот. Так, ну и грузовик теперь у нас будет здесь вместо фургона. Топлива там еще осталась. Топлива почти закончилась. Смотрите, но мне кажется, еще хватит куда-нибудь домой, например, приехать. Так, все. Выходим. Давайте посмотрим. Скрестим пальцы. Если я не выполню сейчас задачу... Задание... Не, выполню. Выполню. Все нормально. Да, и он снова, смотрите, дает напиточки. Так, ну я надеюсь, скидос... Да, 40%. Соответственно, если мы закажем опять эту покраску, выйдет у нас 8 340. Блин, на самом деле, может быть, и не хватит. Я, по-моему, 3,5 зарабатываю. Так что, может быть, придется повременить. Ну, посмотрим, сколько. Я не помню, опять не записываю, не запоминаю все эти цифры заработки. Жалко я, конечно, распродать вот это все барахло. Лучше бы ты деньгами отдал, братан. Ладно, пока, наверное, здесь оставим. Возьмем бутылочку. Сомневаюсь, что когда-то я ее буду использовать, на самом-то деле. Так, и, кстати, кейс нужно не забыть забрать. А то я его здесь оставил. Опять что-то вывалилось из фургона. Колеса повываливались внезапно. Че началось-то? Так, ладно, давайте все возвращать. Аккуратно. Закидываем, все уже повываливалось. Закрою сразу же дверцу на всякий случай. Так, ну и у нас осталось еще много времени до субботы. Так что будем в ближайшем будущем продавать партию браги. Если хватит денег, закажем покраску. Потом, ну, не знаю, может быть, отвезем дрова все-таки. Посмотрим. Если совсем будет ничего делать. Так, канистру мы тоже забираем. Пачку сигарет оставим здесь. Это будет на черный день. Если вдруг у меня закончится пачка сигарет, а я... Сигарета вообще в целом, а я окажусь... Окажусь... Окажусь неподалеку от Лопи. То можно будет заехать, забрать. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.